Продолжение следует... Демисезонная обеспечность. Число аварий из-за гололеда растет. В шиномонтажке пока мало кто едет. Все билеты проданы. Первый самолет из Абакана в Таиланд вылетает через пару часов. Жестокое убийство в Абакане. Пожарные, выехавшие на сообщение о возгорании в частном доме по улице Тихая, обнаружили тела двух человек с признаками насильственной смерти. Мать и сына зарубили, а потом подожгли. По горячим следам задержали четверых подозреваемых, в их числе 15-летняя девушка с места происшествия Анна Ахпашева. По рассказам соседей, подозрительные личности в этом доме бывали довольно часто. Двери были открыты круглые сутки. Мать с сыновьями злоупотребляла спиртным. По непроверенной информации, задержанные по подозрению в убийстве также бывали в этом доме ранее. У них с погибшими был давний конфликт. Доходило даже до рукоприкладства. Сегодня уже очевидно. В ночь на субботу компания пришла в дом номер 30 на улице Тихой с конкретной целью – отомстить. Убивать вроде бы не хотели, а начав избивать, остановиться уже не смогли. Двое мужчин и их подруги проникли через незапертую дверь в дом по улице Тихая города Абакана, где проживали потерпевшие. И в ходе ссоры, используя ножницы, ножи и топор, совершили убийство 50-летней хозяйки дома и ее 30-летнего сына. В расправе, по информации Следственного комитета, участвовали все. И 15-летняя девушка в том числе. Смерти лишь чудом избежали еще двое – второй сын погибшей и его девушка. Услышав крики, они спрятались в подполье. Впрочем, повезло им дважды. Заметая следы, убийцы подожгли дом. Но пара успела выбраться. А он постучал, сам сын второй, дом горит. А потом вызвали пожарку, приехала пожарка, потушили, а там два трупа обнаружили. Ну, там был, наверное, спрятался от них, я не знаю, кто там убивал их. Кстати, где находится сегодня парень, потерявший мать и брата, не знают даже родственники. Зайти в дом, где произошло убийство, они решились только сегодня. Признают, с погибшими виделись редко. Они и работали, и не работали. Ну, не совсем благополучно. Они пикли. И сыновья тоже? И сыновья, и мать вместе с ними. Во всей этой истории поражает не только жестокость, но и сам список подозреваемых. Всех связывали любовные отношения. От взрослых подельников не отставала 15-летняя собутыльница. Воспитанница абазинского детского дома в Абакане гостила у отца. А за одного из убийц вроде бы даже собиралась замуж. Теперь всем четверым предстоит долгие годы провести за решеткой. Сроки за тяжкое преступление немалые. И даже несовершеннолетний возраст не спасет. Малолетней убийце грозит до 10 лет реального заключения. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Эти выходные жители Хакасии провели так, что, по данным спасателей, число пожаров в сравнении с прошлой неделей увеличилось в 5 раз. Только Абакан горел 7 раз. Не отстает и республика, в том числе и по ЧП. В селе Верхняя База в Аскиском районе женщина прямо в доме облила себя бензином и подожгла. Ее доставили в больницу с ожогами. Так она пыталась свести счеты с жизнью после ссоры с супругом. А в Анчуле в Таштыбском районе есть первая жертва морозов. 40-летняя женщина замерзла у себя в доме после того, как днем упала в реку. Вброд она добиралась до магазина за очередной бутылкой горячительного. А в Черемушках полицейские спасатели уже вторые сутки ищут в воде троих рыбаков, лодка которых перевернулась на Енисеи. Из обстоятельств происшествия известно, что накануне шестеро мужчин при переправе через Енисей потерпели бедствие на моторной лодке. Троим удалось выбраться на берег самостоятельно. Судьба еще троих неизвестна до сих пор. Лодку также обнаружить пока не удалось. В поисковых работах задействовано более 30 человек, в том числе водолазы. Кстати, люди, переправляющиеся на лодке, не имели спасательных жилетов. Притом судно было перегружено. По предварительной информации, мужчины были нетрезвыми. Привело к гибели судна. То, что судно заглохло, его ветром развернуло поперек течения, волной начало бить в борт. Люди собрались на одном краю данного судна, и под напором волны произошло опрокидывание. Накануне на трассе Абаканок-Давурак столкнулись легковая Тойота и пассажирская Газель. Несмотря на то, что микроавтобус был полным, обошлось без жертв. Полицейские еще выясняют обстоятельства происшествия. Но по предварительным выводам, виновник рулевой иномарки. По каким-то причинам он выехал навстречу и зацепил автобус. Удар прошел вскользь. Вероятно, от этого масштабы аварии не столь существенны. Стоит отметить, водитель Тойоты успел сбежать с места аварии до прибытия автоинспекторов. Сейчас он в розыске. Меж тем, количество ДТП по вине лысой резины растет из-за похолодания на дорогах республики гололеты. Особенно опасно в тех районах, где выпадает снег. Опытные водители уже сейчас решили переобуться, а не ждать сюрпризов от погоды. Ольга Стельмах продолжит тему. Сезон зимних шин стартовал, как всегда, неожиданно. Скользкую дорогу уже опробовали автолюбители Аскизского района и города Саиногорска. Удержались далеко не все. Водители в своевременно многие не переобулись, то есть транспортные средства свои не подготовили к данной ситуации. Поэтому во многих районах складывается нестабильная ситуация с аварийностью. Так, например, это в Саиногорске. Неожиданно выпавший снег привело к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. А вот абаканцев утренние заморозки, похоже, не пугают. Ажиотажа на шиномонтажных нет. Некоторые станции и вовсе простаивают без работы. В будние дни машин 60, в выходные до 80. Многие надеются перезимовать на летней резине. Первый гололёд, когда тут будет столботворение. Собственная безопасность – одна из причин, которую сегодня называют водители все же решившие потратить время и заменить резину. Зима близко, снег скоро выпадет, поэтому пора переобуться. Наши службы бывают, что и не подсыпят вовремя, и всё такое, поэтому лучше подготовиться. У парня на рабочей машине летняя резина. У меня зимняя, сели моих без проблем. Особенно в сторону Саиногорска, там сейчас заснежено было. Выручили. Ещё один плюс – переобуться раньше рабочих рук. На шиномонтажках хватает, а значит и сама процедура займёт не больше 30 минут. И цена, признаются водители, пока не слишком кусается. На заменную балансировку уходит в среднем 600 рублей. Чек поднимется, как только клиентов станет больше. Когда будет гололёд, будут безумные очереди. И, возможно, и цена поднимется, и всё такое прочее. Кроме того, сейчас колёса есть в продаже, а когда начнётся сезон, их просто может не оказаться. Впрочем, многие водители даже с минусовой температурой за окном своего авто менять летнюю резину не торопятся. Уже приготовлены колёса лежат. Ждём снега. А не боитесь потом, что очереди будут? Может быть, цены даже возрастут, когда ажиотаж будет? Да я сам поменяю. Утром встану и поменяю, если увидишь снег. Как правило, лихорадка на шиномонтажных начинается в начале ноября с первым серьёзным гололёдом. Тогда, чтобы удержаться на дороге, водители и на высокую цену согласны, и многочасовые очереди не помеха. Ольга Стильмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Через пару часов из Абакана вылетит первый самолёт на Бангкок. Он вместит 220 пассажиров. Все билеты проданы. Республика долго вела переговоры с авиаперевозчиками. Самые выгодные условия предложила красноярская фирма. Прямой перелёт будет длиться около 8 часов. Добавим, что в данный момент власти Хакасии решают вопрос по организации прямых рейсов в Турцию. Кроме этого, сегодня из Абакана регулярно летают самолёты в Москву, Норильск и Новосибирск. В селе Фаркал местные жители встали на защиту своего ФАПа. Он может быть закрыт, потому как единственный медработник уезжает из-за проблем с жильём. В Теломширинском районе медиков в сёлах только половина от нужного числа. Уезжают они из-за того, что негде жить. Эту проблему Минздрав видит и разрабатывает программу, которая позволит фельдшерам получать квадратные метры. Проблема и перспективы её решения. В специальном репортаже Алексея Гончаренко. На сельском сходе в Доме культуры полный зал, потому что равнодушных нет. Ближайший понедельник – последний день работы единственного медработника. И значит, закрывается местный фельдшерско-акушерский пункт. Потом за любой помощью нужно будет выезжать только в районную больницу в село Шира. Или дожидаться оттуда бригаду скорой помощи. Районная больница 25 километров от нас. Пока мы дождёмся оттуда скорой помощи, можно благополучно будет помереть. Пока дозвонишься до них, пока они приедут сюда, пока там расшевелятся, вернее, пока приедут, пока найдут, где кто здесь. Ночью, допустим. Обращаться в районную больницу приходится не напрямую, говорят местные жители, а через амбулаторию соседнего села. Такой здесь порядок. А это дополнительная трата времени и расходы на дорогу. Отвезти ребёнка в Ширинскую районную больницу нам сначала нужно отсюда, с Варкала, доехать до Целиновской больницы, к фельдшеру. Там дадут нам направление. С этим направлением мы едем к педиатру в Шира. Опять же, там принимает одна САПА. Остальные могут отказаться принять нас вот с других регионов. Даже имея собственный автомобиль, порой совсем непросто. Элементарно сдать анализы. С учётом расходов на дорогу, эта бесплатная процедура для сельчан становится весьма дорогостоящей. Вызывать такси, потому что не на чем уехать. 350 рублей. 350 дорога. Бывает, что и газельки переполненные. Может, даже к нам на Фыркал, она не зайти, пойти дальше по месту назначения. Когда закроется фельдшерско-акушерский пункт, ездить в райцентр придётся гораздо чаще. А фельдшер уже приняла решение перебраться к семье. Здесь в Фыркале она человек-приезжий. К родным без малого 100 километров пути. Я думаю, бывает только на выходные. В субботу и воскресенье. Поэтому ребёнок у меня, в общем-то, остаётся как таковой заброшенным, честно говоря. Мы с ним созваниваемся, беседуем. Вы же сами понимаете, что это сложно, когда ребёнок от тебя отдельно. Поэтому я вынуждена рассчитаться и уехать. Работа нравится, говорит фельдшер, несмотря на то, что трудиться приходится в непростых условиях. Например, давно не обновлялось оборудование. Даже самое простое. Вот весы для младенцев 66-го года выпуска. Благо, не фальшивят. Всё-таки в советское время делали качественные вещи. А вот холодильник начала 70-х недавно сломался. И пришлось утилизировать хранившуюся в нём вакцину от гриппа. Он просто сгоревший. Он старенький уже холодильник. Поэтому вакцина, естественно, пропала. Произошло как раз в выходные дни это всё. Видите, Бирюса 2, это ещё образца такого, наверное, 70-х, 80-х годов. Наверное, однако, около 40-50 человек успели приметь. Многие проблемы решаемы, говорит фельдшер, но квартирный вопрос оказался неразрешим. Мне здесь очень нравится. Здесь природа очень хорошая, вода чистая. И люди, в общем-то, добрые, добродушные. В деревне, на селе, вот, здорово. Мне, как бы, я всегда мечтала быть врачом с маленького возраста. Ну, причина, вот, действительно банальная. Отсутствие жилья. В посёлке с населением 800 человек нет подходящей квартиры или дома. Даже на условиях аренды. Галина Кацина снимала жильё и планировала его выкупить. Но хозяева передумали и со съёмного угла и вовсе пришлось съехать. И эта проблема во многих сёлах. Просто где-то персонала не хватает, то есть вместо положенных пяти работают два человека. А ФРХАЛ покидает последний специалист. Даже в районной больнице большой дефицит кадров. И всему причиной квартирный вопрос. Хотя к нам и приходят молодые и врачи, и медсёстры, и фельдшера. Но основной проблемой на сегодняшний день является это отсутствие у нас возможности предоставить жильё специалистам. В основном, вот, первый вопрос – жильё. Сегодня, в 2013 году, у нас как бы ни один специалист, ни с высшим медицинским образованием, ни со средним жильё не получил. Кадровый дефицит врачей, то есть специалистов с высшим образованием, отчасти удается решать как раз за счёт жилья и выплаты подъёмных. Эти законы приняты. Но остро не хватает специалистов среднего звена. Если ещё пять лет назад в среднем по республике штат был на 92% укомплектован, то теперь на 78%. Мы готовим законопроект, такой же, как по врачам, для того, чтобы закреплять фельдшеров за фельдшерскими участками и ФАПами. Для них, им тоже предусмотреть закону предоставление жилья там, где они работают. Вот, хотим мы это сейчас, в 2014 году, этот законопроект продвинуть. Ну, я надеюсь, что у нас депутаты поддержат. А пока возникающие проблемы придётся решать точечно и оперативно. Возможно, и в селе Фыркал будет достигнута договорённость. Мы сегодня ведём переговоры с тем фельдшером, который там временно проживала, помочь возможные материалы снять в наем ещё жильё и помогать им материально. В этом году, по информации Минздрава, был первый набор на целевую подготовку в медицинский колледж учащихся, которые, получив диплом, будут направлены в сёло. То есть, через три года. Агрария и Хакасия обещают собрать урожай в ближайшие несколько дней. Конечно, уборочная закончится, если только осенняя погода позволит. Серьёзно запаздывает Багратский район. Из-за дождя техника просто вязнет и не может выйти в поля. В Аджиникидзовском районе выпал снег, когда треть зерновых ещё остаётся в полях. Благополучнее ситуация выглядит в Аскиском, Бейском, Алтайском районах. По сообщениям из хозяйств, им осталось работы на пару дней. На общей картине лучше всех выглядят аграрии из Саштыбского района. Они смогли убрать урожай первыми и с лучшим на этот год результатом. Комбайны намолотили по 24 центнера на круг. В Туиме построят новый психоневрологический интернат на 200 мест. Кроме того, уже в этом году в Абаканском пансионате ветеранов откроется геронтопсихиатрическое отделение. Это позволит значительно сократить очерёдность. На ремонт всех подобных учреждений в Хакасии в этом году из бюджета будет направлено больше 8 миллионов рублей. Добавим, на данный момент в Хакасии действуют три психоневрологических интерната. Сегодня в них проживают 853 человека. Уральский инструментальный дуэт. Заслуженные артисты России впервые выступили в Хакасии. Наша съёмочная группа побывала на концерте и мастер-классе для начинающих музыкантов, рассказывает Юлия Константинова. Более двух тысяч концертов за четверть века. Гастроли в Италии, Австрии, Тунисе, Кипре. Десятки туров по России. Москва, Питер, Самарофа. Однако самое удачное выступление в так называемой глубинке. Публика отзывчивее, контакт с первой минуты. Иногда, правда, сетует Виктор Герасимов, залы оставляют желать лучшего, чего не скажешь о концертном зале первой музыкальной школы. Великолепный зал. Я вам скажу, что это один из лучших по акустике залов в России, и не только России. Поставили мэтры высокую оценку и уровня преподавания в музыкальной школе многие воспитанники, которые уже известны за пределами республики. Однако, настоящее восхищение вызвали инструменты. Это аккордеоны, акка и баяны для маленьких детей. Мне это очень близко, потому что я всю жизнь работаю с маленькими детьми. И если человек-исполнитель в таком возрасте имеет такой инструмент, это просто здорово. Здорово и то, что заслуженные артисты России после выступления дали мастер-класс юным талантам. Со звездой мировой величины сыграть дуэтом Илья Глазырин даже не мечтал. Первый раз как-то интересно играть за взрослым человеком. Такие занятия редкой удачи, которая появилась в рамках проекта «Звон» и приглашают друзей. За несколько лет перед начинающими музыкантами и теми, кто любит народную музыку, выступили десятки коллективов. Лучшие наши, республиканские, а также из Минусинска, Красноярска, уральский дуэт в Хакасии впервые. Возможно, не в последний раз. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Твести Хакасия». И вот на этом у меня все новости на сегодня. Смотрите телеканал «Россия». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова